Всем привет, с вами я, Аня, и если бы вы знали, как я по вам соскучилась, да-да-да, я знаю, что я отсутствовала целый месяц, но за этот месяц я успела прочитать немало книг, что немаловажно для меня. И да, если вы ещё не успели заметить, я вся такая новогодняя, я вся такая вообще, у меня вообще фон такой просто... И да, я заметила, что здесь что-то не так, вы тоже это видите? Надо это изменить. Тан-та-дан! Тан-та-та-дан! Итак, ребята, идеи подарков на Новый год, и поехали! Ещё месяц назад я уже начала составлять список идей подарков на Новый год, и они у меня хранятся в моём любимом ежедневнике. И первая идея подарка на Новый год, чтобы обрадовать своих близких и наполнить дом теплом, уютом и хорошим запахом, не только запахом ёлки и мандаринов, но и запахом ароматизированных свечей. Вторая идея подушки с именем или плед. Если вы хотите обрадовать свою подружку, вы можете подарить им именную подушку или тёплый плед, которым ваша подруга сможет согреваться в холодный зимний вечер. Третья идея — новогодний чехол на телефон. Ну, или на планшет, ну, или на ноутбук. Вы можете подарить новогодний чехол, я думаю, что этот подарок был бы очень крутой, потому что для меня, честно, новогодние чехлы — это очень большая ценность. Я не хочу раскошеливаться на эти чехлы для себя, а для друзей я бы подарила, потому что я считаю, что для себя купить новогодний чехол на телефон — это немножечко странно. Это сугубо моё мнение. Следующая, четвёртая идея — это подарки, сделанные своими руками. Это, наверное, не оригинальная идея, ну, как, в принципе, все предыдущие, но эта идея очень хорошая, и только сейчас я начала понимать, почему. Потому что вы вкладываете свою любовь, когда делаете эти подарки, и я считаю, что эти подарки просто идеально подойдут не только для родственников, но и для друзей. Я считаю, что если у вас подруга или друг очень любит сидеть в телефоне, то сенсорные перчатки как раз-таки для него. Например, мне бы очень подошёл этот подарок, так что, да, кому-то там на заметку. Я считаю, что сенсорные перчатки — это просто перфект идея, идея подарка. Шестая идея подарка на Новый год — это рамки для фото. Я считаю, что это очень хороший подарок на Новый год. Сама, честно, очень хочу, чтобы мне подарили рамки, и знаете, чтобы там была не одна рамка, а вот несколько рамок просто в одной соединены, в одной композиции, можно так сказать. Я очень хочу повесить их на эту стену, и вообще хочу эту стену сделать полностью все в рамках, потому что она у меня пустая. Итак, седьмая идея подарка на Новый год — это волка-шапка, но я не знаю, продаётся ли она у нас в Украине или нет. Восьмая идея подарка на Новый год — это баночка с предсказаниями. В неё вы можете положить много сладостей на маленьких листиках, написать там предсказания, закрутить листик и кинуть тоже в эту баночку. Это выглядит довольно интересно, красиво. Также не забудьте украсить баночку, если вы будете делать эту идею. И я считаю, что это будет очень интересный подарок, и тем более сделанный своими руками. Также для уюта и тепла можно подарить домашние тапочки или домашний халат. Я считаю, что это очень классный подарок в зимний вечер — одеть халатик с тапочками. Всё просто перфект, и такой вообще модный весь, тёпленько тебе, всё супер. Например, в прошлом году мне подарили халат, и я безумно была рада этому подарку. Советую вам присмотреть эту идею. Ну что ж, а на этом видео подходит к концу. И если вам понравились мои идеи и вообще видео, и вся эта обстановка, ставьте палец вверх. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередных новогодних, не менее интересных видео. У меня скоро на канале выйдет очень много новогодних видео, и весь декабрь посвящается именно этому торжеству, именно этому празднику. И у нас будет весь декабрь очень крутое новогоднее настроение. Я надеюсь, вам всё понравилось, и я безумно старалась, подбирала интересные, актуальные идеи. Ну а с вами была я, Аня, и я вас безумно люблю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok